После разгрома движения декабристов русская общественная мысль принимает новые формы. Это новые формы, прежде всего, студенческого движения, студенческих кружков. И возникает потребность в новых теориях, в теориях, которые могли бы быть для России перспективными. И вот такими теориями стали теории, которые созданы были во второй четверти XIX века, созданы были самыми известными русскими мыслителями, одним из которых был Александр Иванович Герцман. Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Герцен был сыном богатого московского помещика Яковлева. Но он был внебрачным ребенком. Его мамой была немка Луиза Ивановна Гааг, которая жила в доме у Яковлева. И Яковлев не хотел дать сыну свою фамилию, поэтому возникло вот это странное для русского слуха имя Герцен. Герцен, то есть дитя сердца по-немецки. Так что Герцен с детства, с отрочества чувствовал какую-то свою неполноценность. Хотя отец заботился о нем. Ну и вот отец ему посоветовал поступать учиться, когда пришло время, в Московский университет. Он поступил в университет. Здесь он познакомился с будущим своим соратником по борьбе Николаем Платоновичем Огаревым. Они создали своего рода студенческий кружок. И в этом кружке они быстро заинтересовались политическими вопросами, стали обсуждать политику Николая Первого, стали критиковать самого императора. Ну а дело было в том, что в это время как раз тайная полиция очень активно работала. Третье отделение специально создано было для борьбы вот с такими настроениями либеральными. И поэтому через небольшое, несколько месяцев практически существовал этот кружок. Потом участники его были арестованы по доносу одного из провокаторов. Началось следствие. Следствие тянулось несколько месяцев. В конце концов, все участники этого кружка были приговорены к разным формам ссылки. Герцен был сослан в Вятку. И вот в течение трех или четырех лет он находился в ссылке, в Вятке. Потом его перевели в Владимир на Клязьме. Еще некоторое время он был здесь. Ну и наконец уже, если не ошибаюсь, в 1939 году ему разрешено было вернуться в Москву. Он вернулся в Москву с богатым опытом наблюдения жизни. Благодаря вот этой ссылке он посмотрел провинциальную Россию. Он понял многие особенности русской жизни. Об этом он потом блестяще написал в своей великой, конечно, книге «Былое и думы». «Былое и думы» — это шедевр русской общественной мысли, русской литературы середины XIX века. Так вот, он вернулся в Москву. И здесь он попадает в самую гущу дискуссий. Дискуссий такого теоретического характера между западниками и славянофилами. Западники считали, что Россия должна быть конституционной монархией. И что для нас идеал — это Англия. Вот традиционные, так сказать, конституционные монархии. Ну, а славянофилы считали, что Россия не должна повторять путь, который прошли западные страны, и в частности, та же Англия. Они считали, что у России свой исторический путь. И что идеалом для России является народная монархия. Народная. То есть монархия сохраняется, но это монархия не чиновников и бюрократов, как монархия Николая I. А это вот такая монархия с земским собором, с любовью между народом и царем. Это идеал, конечно, мечта. Но вот в этих мечтаниях проходили яркие дискуссии, споры западников и славянофилов. В конце концов, Герцен попадает во вторую ссылку. И вот там провел он два года. Эта вторая ссылка была, правда, не в Сибирь. Она была всего лишь в Великий Новгород. Он пожил в Великом Новгороде. Тоже ему было, конечно, очень интересно посмотреть на всю эту старину нашу, на древности. Но, тем не менее, для него мечтой было уехать из России за границу. Посмотреть за границу. Он не хотел оставаться там всегда, но он хотел знать, как выглядит реально Европа. И он стал просить заграничный паспорт. И царю несколько раз докладывали, что вот такой-то Герцен просится за границу. И царь несколько раз отказывал. Тогда Герцену пришлось мобилизовать родственников своей жены Натальи Захарьиной. Пришлось использовать какие-то связи отца. То есть с большими хлопотами. Но, в конце концов, Николай I, известный эпизод, он сказал, «Ну, хорошо, я подписываю паспорт вашему Герцену, но за последствия я не отвечаю», – сказал царь. Ну, и действительно, последствия были для царя весьма неприятные, потому что приехал Герцен сначала в Германию, но в это время вспыхивает революция во Франции, 1848 год. Герцен едет в Париж, хотя пропуск, паспорт у него был только на Германии. Но он едет в Париж, он принимает участие в этих митингах, шествиях, демонстрациях, баррикадах. Русское посольство докладывает в Петербург о том, что вот здесь появился Герцен, что он так вот себя ведет. Немедленно из Петербурга пришло распоряжение, передайте Герцену, чтобы он немедленно возвращался в Россию. Герцен получил это уведомление, и он понял, что его уже, так сказать, заметили, и что если он сейчас вернется в Россию, то ему не миновать Сибири, и на этот раз уже более серьезными испытаниями. Поэтому он отказался. Он отказался и стал, как сейчас говорят, невозвращенцем, то есть человеком, отказавшимся вернуться по политическим соображениям в Россию. Конечно, его бы ожидали большие испытания и за рубежом, если бы не счастливый случай. А счастливый случай состоял в том, что его отец Алексей Иванович Яковлев скончался, в возрасте уже был человек, и оставил Герцену хорошее наследство. И вот с этим наследством, с этими хорошими деньгами он из Парижа переезжает в Лондон, в Англию, покупает дом, и в этом доме начинает устраивать подпольную типографию, которая вошла в историю под названием «Вольная русская типография в Лондоне». Он хочет участвовать в общественной жизни России, но он понимает, что вернуться ему нельзя. И вот он находит такую форму участия в общественной жизни. Издание на русском языке, в Лондоне, без всякой цензуры, естественно, с тем, чтобы эти материалы потом пошли в Россию. Ну, сначала дело шло очень тяжело, потому что пока был жив Николай I, наши люди очень редко, во-первых, вообще ездили за границу, а во-вторых, очень боялись встречаться с Герценом, вести какие-то бумаги, потому что за это можно было очень серьезно пострадать. Но когда скончался Николай I в 1855 году, тут наступает оттепель, так называемая, Александровская оттепель, то есть это уже была совершенно другая атмосфера. Новый молодой царь Александр II, он ослабил цензуру, он разрешил открыто обсуждать вопросы, связанные с отменой крепостного права. И вот в этой ситуации Герцен начинает издавать свою знаменитую газету «Колокол». В течение 10 лет, с 1857 по 1867 год, выходил этот знаменитый «Колокол» Герцена, где он обсуждает события в России, где печатаются многие русские люди, которые выезжают уже в это время свободно за границей. Одним словом, Герцен приобретает огромную популярность. И его «Колокол» читал даже сам царь Александр II, он требовал, чтобы все выпуски этой газеты ему приносили, и чтобы он мог с ними ознакомиться. И надо сказать, что Герцен сначала очень, так сказать, мягко был настроен по отношению к царю. Он говорил, что царь может провести те реформы, о которых мы говорим, о которых нуждается Россия. Но когда Герцен прочитал манифест об освобождении крестьян, в 861 год, когда он изучил положение об освобожденных крестьянах, он написал статью в «Колоколе», которая начиналась словами «Народ царем обманут». То есть то, чего ожидали, передача крестьянам всей земли без всяких выкупов, без компенсаций, этого не было. После этого Герцен начинает вырабатывать свою собственную программу. Теперь уже он превращается из либерала, верящего в доброго царя. Он превращается уже в революционера. И как революционер, он становится не просто революционером, а он становится социалистом. То есть идеи социализма, это ведь не Ленин и не Маркс придумали. Идеи социализма родились еще в XVIII веке. Социализм – это идеальное общество. Общество идеальной справедливости. Фурье, Сен-Симон, Роберт Оуэн – социалисты-утописты, так называемые. То есть люди, которые создавали идеальную модель общества, как они его себе представляли. Ну и вот Герцен под впечатлением этих утопистов-социалистов начинает строить свою собственную социалистическую теорию. Эта теория вошла в историю под названием теория крестьянского утопического социализма. Суть ее в том, что, по мнению Герцена, русский крестьянин по природе – социалист. То есть он живет общиной. В общине нет частной собственности на землю. Передел земли происходит постоянный. Ну и так далее. И вот нужно, говорит Герцен, просто передать крестьянам власть, передать крестьянам землю. И тогда уже вот эта схема, она будет прекрасно работать, и Россия сумеет обойти капиталистическую стадию развития. Вот что ему не нравилось. Это была идея, в общем-то, творческая. Но дело в том, что будущее показало, что крестьянин русский – это все-таки мелкая буржуазия с точки зрения такого классовой оценки. Так вот, популярность Герцена в России стала постепенно падать. Она стала падать прежде всего с событиями 1863 года. А в 1863 году произошло два события, которые очень сильно, так сказать, тогда повлияли на нашу общественную жизнь. Первое – это истекает срок составления уставных грамот. Дело в том, что крестьянам по реформе давали два года – 61-й, 62-й, 63-й – два года для того, чтобы составить уставные грамоты. То есть договор с своим помещиком о том, сколько помещик передает им земли конкретно, в каких формах и за какую цену. И вот прогрессивно настроенные, скажем так, люди вроде Герцена ждали, что когда истечет этот срок, и крестьяне увидят, что им дали гораздо меньше, чем они хотели, они поднимут революцию. Ну, а вторая, конечно, дата, то есть та же дата, но второе событие – это, конечно, польское восстание. Дело в том, что Герцен был сторонником польской независимости. По крайней мере, он всегда говорил, что надо поддерживать, что поляки молодцы, они правы, что нельзя быть нацией независимой, если она угнетает другие нации. Но, в общем, в русском обществе все это не понравилось. Популярность Герцена стала падать. Стали говорить, что он продался полякам, что поляки финансируют его издания, ну и так далее. Дальше появляется уже новое молодое поколение революционеров, для которых уже Герцен устарел. Появляются люди, которые организуют первую организацию «Земля и воля». Потом появляется вторая «Земля и воля». Потом появляются идеи террора. Герцен уже отстал. Действительно, все это для него уже было неприемлемо. Он был, в конечном счете, очень мягко настроен. Он не хотел кровопролития. Так история пошла дальше. Герцен писал мемуары. Герцен помогал русским революционерам, чем мог. Ну, а главное, конечно, что вот его издание, его колокол, в то время, когда он выходил, когда он был на пике популярности, то это, конечно, было очень важное событие в истории русской общественной мысли. Ну, и сам Александр Иванович Герцен – это один из самых ярких, самых действительно значимых для России людей 19-го столетия. Редактор субтитров А.Семкин